Любишь путешествия? Интересуешься Америкой? Тогда заходи на канал ABC TripTour. Они снимают видео про парки развлечений в США, показывают горы Северной Каролины, путешествуют по Флориде, ездят на круизных лайнерах в Мексику и, конечно же, рассказывают про цены на все это. Заходи на канал, ребят! Ссылка в описании. Всем огромный привет! Вы на канале Вечное Лето! Всем привет, друзья! И сегодня мы вам покажем спа-салон на Бали. Нас очень часто спрашивают, ребята, где хороший массажный салон в Патагеле, на Букете. И я думаю, что по Вали тоже будут такие вопросы, потому что валийский массаж это одна из достопримечательностей. Вали, кстати, у меня всегда ассоциируется с массажными салонами, вот такие спа-салоны, где вода, релакс, вот эти камни горячие. И сегодня мы идем это дело пробовать. Нашли хороший салон, но мы пока точно не знаем, хороший или плохой. Мы ориентируемся по отзывам в интернете. И он еще недалеко от нашего отеля. Я быстренько нашел, какие есть рядом массажные салоны. Нам идти до него 700 метров, находится он на Куте. Так что если будете отдыхать на Куте, то заходите в интернет, вбиваете спа-салоны Кута и смотрите рядом, какие у вас. Читаете, вот вы идете. Но мы нашли один, который рядом с нами, посмотрим, свободно ли там в первую очередь, потому что возможно будет все занято по записи. Потому что я знаю, здесь спа-салоны, которые по записи работают, если они очень популярны. Поэтому если будет свободно, ходим и потом поделим все впечатлениями. Вчера вечером шел сильный ливень, все дороги просто утопали в воде, а сегодня все уже высохло. Дороги сухие, тротуары сухие, можно спокойно гулять, такое ощущение, что и дождя не было. Погода, кстати, сегодня такая облачная, но все равно очень жарко. Здесь каждый день очень-очень жарко. Мы проходим очень красивый отель и хотим вам его тоже показать. На входе шикарный фонтан большой. Все очень стильно, утопает в зелени. Называется Discovery Khartika Plaza Hotel. Мне кажется, там будет классно. И он прям на первой дороговой линии. Видимо, выход прям на пляж у них. Вообще, знаете, я читал отзывы про спа-салоны на Бали. И двоякие везде отзывы, потому что кто-то пишет, все круто, классно. Другие пишут, отстой, пришли, плохо сделали. В общем, многие пишут, где-то сервис портится, где-то люди другие пришли, уже не так хорошо массаж делают. Поэтому раз на раз не приходится. Нужно всегда это понимать. Раз может быть хорошо, раз может быть плохо. Но в любом случае, ой, петелый, куда это вы спрятались? Покажем вам по ценам, по обстановке внутри. Ну и поделимся впечатлениями от техники массажа. Вот, кстати, местечко, куда мы направляемся. Фебрис называется. Пойдемте посмотрим, что у них здесь. На входе есть кафе, много столов. Здесь есть парковка для гостей по салону. Будут ноги. Как мы и предполагали, все занято. Популярный, хороший салон, хорошие мастера. Поэтому все на распад. Но нам удалось записаться сегодня на 3 часа. Сейчас 12 часов дня. Мы записались на 3. И смотрите, отличительная особенность Балийских спа-салонов в том, что у них есть такие крутые программы на 3-4 часа. Представляете? Даже на 5 часов есть. Какие цены? Массаж ног, например. Он включает мытье ног, потом сам массаж и еще массаж шеи. Стоит 200 тысяч рупий за человека и длится полтора часа. Массаж головы. Полтора часа, 230 тысяч рупий. Можете поставить на паузу и посмотреть, что он в себя включает. Дальше. Балийский ритуальный какой-то массаж. Я не знаю, перед похоронами что ли? Или перед свадьбой, перед похоронами. Так, он стоит 230 тысяч рупий. Дальше. Балийский массаж полтора часа, 230 тысяч. Ломи-ломи массаж. Она нам его порекомендовала. Говорит, он очень сильный и хороший. Полтора часа, 230 тысяч рупий. Стон массаж. Это массаж камнями. Полтора часа тоже 230 тысяч. Вы можете записаться заранее. Можете прийти день в день и записаться, но через несколько часов. Все-таки лучше записаться заранее и потом спокойненько прийти, потому что нам сейчас нужно думать, чем забить три часа. Дальше. Вот такие есть еще программы. Что мы взяли? Мы взяли программу для нее. Три часа, 400 тысяч рупий. Это за человека. Она включает в себя джакузи под открытым небом, потом арома комната, мытье ног. Потом я заменила балийский массаж на ломи-ломи. Массаж можно, что хочешь тут менять. Они, в принципе, идут на уступочки. Массаж лица включает. Потом скраб для тела, маска для тела, душ, травяная ванна. Ну и напоследок чай травяной и свежие фрукты. Здесь есть еще очень интересная программа Чока Экзотика. На четыре часа стоит 560 тысяч рупий. Там что-то с шоколадом. В общем, вышла женщина, иностранка. Но я на удивление поняла, что она сказала. Она сказала, ребята, я рекомендую вам массаж камнями. Это чистый кайф. И массаж лом. И она вышла такая блаженная, такая счастливая. Я думаю, здесь хорошо делать. Саше взяли вот такую программу. 400 тысяч рупий. Она включает в себя арома комнату, джакузи под открытым небом, баночка для ног, ломи-ломи массаж, массаж лица, боди-вош, ну, мытье тела, скраб и маска для тела, душ. Потом также травяная ванна и травяной чай, свежие фрукты. В принципе, они похожи. Эти две программы. Вот мы сейчас вам покажем еще вот такие пакеты. Делюкс. Это как бы, знаете, вот это вот базовый пакет. Это уже премиум пакет. Это уже VIP такой супердорогой пакет. На 4 на 5 часов стоит 1 миллион 840 тысяч рупий. Но это за 4-х человек. В принципе, если вы в компанию идете, можно раскидать. И нормально получится. Дальше. Вот идите сюда. Вот такой вот есть массаж романс. Романтическая программа. 5 часов 670 тысяч рупий за человека. Но он много чего у себя включает. Всякие разные массажи, джакузи, ванны, скрабы, маски и плюс маникюр. И еще романтический ужин на двоих. Вот так вот выглядит это дело. Я не знаю, будет вам рука целовать или нет. Хоть это стоимость или нет. Но в любом случае романтический ужин вам обеспечен. 5 часов, представляете? Я вообще не думала, что здесь можно провести 5 часов. Что тут делать можно 5 часов? Ты, наверное, выйдешь, и у тебя все тело будет как медуза. Ты просто поплывешь домой. Такой счастливый. Ну и вот здесь в завершении такие маленькие программы на полтора часа. Это уход за руками 200 тысяч рупий. Что у нас еще? Ну, мужской массаж 230 тысяч рупий. Вот мужик лежит, балдеет. Есть также программа восстановления волос. Кстати, здесь еще есть налог 10%, который тоже оплачивается. Да, поэтому мы заплатили не 400 тысяч рупий из человека, а 440 тысяч рупий. Это тоже нужно учитывать. И депозит. 100 тысяч мы дали, чтобы записаться. Плюс есть комната снаружи и внутри. И мы попросили снаружи, чтобы были. Мне кажется, это более экзотично. Так что, когда будете выбирать программу, не забудьте про Tax Free, который тоже нужно будет оплатить. И что нужно будет выбрать комнату. Снаружи или изнутри. Мы идем убивать 3 часа. И потом вернемся сюда. В поисках наслаждения и нирваны. Здесь можно сделать именные кепки. Говорите, что нужно написать. И вот здесь они делают инициалы, вышивают нужную надпись. Умная машина. В компьютер вбиваются нужные слова. И он печатает. В общем, прошло 2 часа. И мы вернулись на наши процедуры. Сейчас нам будут мыть ноги. Мы, кстати, еще слышали истории, в которых рассказывают, что здесь в местных массажных салонах предлагают продолжение массажа. Ну, понимаете, о чем я, да? Бум-бум, драм-бам-бам. Все эти дела. Надеюсь, тут такого не будет. Потому что я этого не потерплю. Ой, запуталась. Ух ты, не сбринься, не спадал. Да. Ооо. Холодное полотенце сейчас самый кайф. На лоб приложить идеально. И вот это, то ли это каркадес сладкий, то ли это вишневый сок. Ну, похоже на сладкие каркадески. Слинки очень вкусные и холодные. Отдых начинается. О, да. Кстати, вы когда будете смотреть на нас здесь, вы не смотрите на нас здесь. Вы представляете себя здесь. Потому что когда вы приедете, придете сюда, вот это будет кайф. Все, Галя, я на бале. Отдыхаю. This one orange, strawberry, coconut and green tea. Сейчас нам нужно выбрать скраб для тела. Апельсин, клубника, кокос и зеленый чай. Ух ты. Так, мне понравилась клубника. And strawberry. Strawberry and oil. А, еще масло надо выбрать. Так, это воняет. Самба. Самба тоже что-то не очень. Это вот елочка и привычная, как наш лес. Вот это, воняет. Ява. Ява. Окей. How about you? Мы куда-то идем. Ноги нам пока не помыли. Я вижу, здесь есть бассейн. Кстати, это отель. И при отеле у них идет такой вот спа-салон. Спа-центр. Мы вообще хотели приехать на Бали и вот ходить в такой спа-центр, у которого есть территория, всякие вот эти приколюшести. Не просто на массаж, в уличную массажку, а вот в такое тинное место. Вот, смотрите, вывеска спа-гест-онли. Я думала, это зеркало. Да, похоже. Я думала, надо сейчас врежеться. Территория очень красивая, много зелени, все утопает просто в зелени. Смотрите, какая у нас будет беседка под крышей. Будем делать массаж вдвоем. Очень классно, никого кроме нас и массажиста. Да, классно, смотрите, здесь у них, значит, джакузи, небольшой фонтанчик, и территория полностью ограждена. Здесь дверь раскрывается, никто даже не видит, что здесь происходит. Обязательно возьмите с собой купальники, девочки, мальчики, плавки, и потом сверху наденьте вот такие халаты. Я что-то запуталась, не знаю, как правильно. Правильно я делаю? Окей? Окей. Все, я модная сенсейка. Первый этап нашей спа-программы – это джакузи. Если честно, джакузи я видала их посимпатичнее. И этот чёт какой-то не новый, но это ладно, пахнет горкой. Но ещё, как по мне, он не самый красивый в мире. Ну, просто бурлящая ванна. Вода не сильно холодная, такая освежающая. Мне кажется, это больше так чисто смыть с кожи всё, что не нужно. Кстати, о том, чтобы смыть кожу. Посмотрите на мой шикарный палийский загар. А лучше не смотрите на него. Даже смыло, всё плохо. Следующий этап – это сауна. И здесь очень горячо, и так как вы в фотоаппарате, вам сюда нельзя. Всё, мы растворились. Сауна вообще жестокая. На максимальной температуре работает. Аж кончики ушей горят. Из потолка капает кипяток периодически. Это сауна осознанности. Дальше мы пришли снова под нашу крышу. И здесь уже подготовили для нас столы. Нам нужно снять купальники мокрые, надеть одноразовое сменное бельё сверху сари. И сейчас нам будут омыть ноги. Крусы универсал. Икс-сель. Сейчас нам будут делать процедуру для ног. Вода очень горячая. Она обрызгает в тазик какое-то маслице. Как вам, Саша, наряд? Сейчас омоют ноги и одновременно делать массаж. Обрабатываются крабом. И ещё корчёточкой темзо натираем. Ребята, такое блаженство вы просто не представляете. Вот это реальная Бали, реальный отдых. Ну и, в общем, сейчас нам будут делать массаж. Светик уже улеглась. Процесс, видимо, я не смогу поснимать, потому что буду кайфовать. Массаж закончился, и это было превосходно. Ломи-ломи, я люблю тебя. Это тот массаж, о котором я мечтала. Он идеальный, он сильный. Знаете, так всё проминается. Одновременно тебя натирают маслами. И я хотела прочувствовать каждую минуту этого блаженства. Но уснула. А проснулась от того, что она мне сказала перевернуться. И я думаю, блин, я что, уснула? Думаю, всё, не буду спать, буду осознанной. Так, нужно думать, что сказать на видео, чтобы всё толково рассказать. Просыпаюсь, я уже намазана каким-то скрабом. Думаю, что? Когда это было? Что происходит? Куда бежит время? Постойте, постойте. То ли они нажимаются на какие-то специальные точки, то ли я просто расслабилась и унеслась в другую вселенную. Вода течёт, музыка вот эта вот. Птички поют, и у неё руки бархатные. Знаете, такие вот приятные. Они такие ненавязчивые. Нанесли, отошли. Лишний раз тебя не беспокоит. Ой, ну сказать, что мне понравилось, это ничего не сказать. И сейчас мы и приместились в джакузи. Ну, это просто ванна большая. Без пузыриков. С пеной, чтобы смыть в себя всё, что на нас нанесли. А на нас нанесли, а на нас нанесли. Как ананас. Дофига всего. Сперва втирали масла. Потом скраб. Потом какую-то ещё штуку. Вот она её наносит, она жидкая. Начинает массировать, и она как будто кожу вот собирает. Я не знаю. И она становится шелушками. Молочко какое-то. Молочко какое-то. Потом был массаж лица. Тоже офигительный. Просто. Ой, наносили всякие скрабы. Потом пшикали чем-то. Потом горячие полотенца кайфовы. Потом маску нанесли. Я просто на небесах, ребята. Тут вообще на седьмом небе от счастья. Конечно, эта процедура, вся вот эта программа, она стоит и 2 200 рублей из человека. Конечно, это не 100 рублей, но один раз на отдыхе нужно сходить. Прям выделяйте бюджет. Это истинный кайф. Мы немного переживали, стоит ли нам ложиться на столы на улице, не будет ли нам жарко. Нам вообще не было жарко. Местами даже было прохладно, потому что она периодически что-то наносит, смывает, ветерочек там, этот, вентилятор дует, обдувает тебя и как-то даже это, ну, чуть-чуть так свежо накрывает, все так деликатно. Ой, ну а руки-ка давяли, а ступни. Я не знаю, как у Саши икры, но у меня они болят уже, который день. И она начала на них давить, и я в ротах. Да-да-да, то же самое. Ну, я вида не подала, типа слежу, все окей. А у меня там глаза из орбит выскакивают. В общем, реально кайфово. Отдых для души и тела, и мозгов. Мне, кстати, будет такой момент, когда я полностью расслабилась, и мне показалось, что меня нет. Нет моих мыслей, нет моего тела, я его не чувствую. Я ни о чем не думаю. Я в таком, знаете, пограничном состоянии между сном и не сном. Мне приходят какие-то картинки на ус события, но их нет. Я потом прихожу в себя и понимаю, что это как бы был коротенький сон. И это очень интересно наблюдать за вот этими моментами в твоей голове. Ну, прям, знаете, открываются какие-то потайные стороны нашего мозга. Очень интересно. И сейчас вот мы тут лежим на улице, посмотрите, в ванне нас закрыли вот такой вот шторочкой красивой. Дали фрукты каждому, чай травяной, водичку. И мы тут просто кайфуем, расслабляемся. Очень здорово, ребят, рекомендую. В общем, ребят, я не спал. И помню весь процесс, который нам делали. Это бесподобно. У меня нет слов описать, насколько это классно для тебя расслабляет. Вот это реально спа, о котором я мечтал. И только вот здесь я его получил. Все, что было до этого, массажи, да, они хорошо расслабляют, да, они там тебе приятны. Но это не программа. Здесь у нас получается целая программа. В таком красивом, клевом месте. Обязательно берите вот в таком бунгало, можно сказать, да. Смотрите. Здесь так классно. Вы на воздухе, совершенно не жарко. Обдувает ветерок. И ты на этих столах лежишь и просто кайфуешь. Все очень удобно. Все чистенькое, все мягкое. Плотенцы новенькие, хорошо пахнут. Массаж приятный. Тебя вот руками все тело вот так вот проминает. Потом ты переворачиваешься. Тебя со всех сторон проминает. И живот массирует, и лицо массирует, и спины, и шею, икры, бедра. Втирает в тебя масла. Окей. Она сказала, чтобы мы хорошо все смыли с помощью средств. И клево, зона закрыта. Никто сюда не входит, не заходит. Я видел, там есть домики внутри, можно в комнату, чтобы вам все делали. Но мы, наверное, попросили на улицу, чтобы вам делали, и нисколько не пожалели. Поэтому обязательно берите на улице. Скажи же, что в такие моменты понимаешь, зачем ты работаешь, зачем зарабатываешь деньги. Вы не представляете, какой это релакс, как все приятно делали. Я, конечно, не знаю. Возможно, будут какие-то другие мастера вам делать, и будет немного по-другому. Что-то там изменится. Но вот сейчас, в данный момент, вот эти мастера нам все сделали просто идеально. И мы реально кайфанули так, что я нигде так никогда не кайфовал. Я отдохнула так, как будто спала три дня. Реально. Если тайский массаж заряжает энергией, то этот расслабляет себя. Сейчас просто хочется, ну, знаете, не напрягаться. Чтобы мне ничто не напрягало. Упасть в кровать просто. И кайфовать, и наслаждаться вообще жизнью тем, что ты такой расслабленный. Рекомендуешь это место к посещению? Да. Мне все понравилось. Лично для нас все сделали идеально. Я не знаю. Я читал и плохие отзывы, и хорошие отзывы. Но сейчас здесь клево. Так что надо обязательно сюда хоть разочек прийти. Мне очень понравилось. И даже не знаю, плохого что-то я не увидел. Все было клево. Единственное, может, массажистки были не очень улыбчивые. Они не всегда там улыбались. Они, да, такие сдержанные, сосредоточенные. Но они дело свое делали офигенно. Вот они идеально все промассировали, промазали. Видно, что не халтурили. Это даже к лучшему. Знаешь, иногда бывают массажистки, угорают, что-то там сами с собой болтают, галдят, галдят. Ты не можешь расслабиться. Так, кстати, вообще они не болтали. Делали только свою работу. Это мне очень понравилось. В общем, если вы тоже были на Бали и ходили в спа-центр, понравился вам массаж, не понравился, напишите в комментариях. Сравните его с тайским массажем. Если вы знаете еще классные спа-центры на Бали, то напишите название в комментариях. Вы поможете и другим путешественникам. А у нас на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Вы были на канале Вечное Лето. Если выпуск вам понравился, то ставьте лайки, пишите добрые комментарии. И до следующих выпусках вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.